Иду девчонки-мальчишки забирать Анютку, яркое-яркое солнце, я вот видите в шортах просто стою, опять в сандаликах, хотя нет, как одни, шли дожди, было уже так холодно, и утром я шла уже, честно говоря, ветровочки в такой, ну как, джинс тонкий, потому что не жарко совершенно. Оно меня что утром удивило, что детвора, песком никто не идет, все на велосипедах, на самокатах, то есть мы с Анюткой шли пешком, еще встретила две семьи и, наверное, два-три ребенка, все остальные просто на велосипедах, потому что путь все-таки не близкий. Привела ее утром, еще никого не было, рано мы пришли, но пораньше, знаете, я думаю, смотря как Анютка будет идти, с какой скоростью, первый раз, не знаем, дороги еще толком. Пришли, никого не, и смотрю, вот сзади идет женщина, прямо на нас упор смотрит, и она скажет, Анна, я говорю, да, да, начало, она представила, что она учительница, Анютка с ней на своем языке норвежском пообщались, и она мне говорит, да, все, я, говорит, беру Аню, иду в школу, и говорит мне, забирайте ее в два часа. Я как-то, знаете, не спросила, будет линейка, не будет линейки, я говорю, да, да, спасибо, все, разумеется, пошла домой, потому что чувствую голода на мокром месте. Очень важный день, на всяком случае для меня. Новая школа, уже будут у нее норвежские одноклассники, то есть это не языковая школа, где все примерно в одних условиях, а там уже какие-то сформированные коллективы, дети, которые дружат годами, как ребенок войдется в коллектив, вот эти, знаете, все нюансы. Ну, каждая мама волнуется за своего ребенка и переживает. Два часа, иду за ней, спрошу, как пошел первый день, какие у нее эмоции, впечатления, потом уже, знаете, общалась со старшей дочерью, с Настюшкой, она говорит, мам, а линейка там была, а я понимала, что даже не спросила за линейку, вот просто у меня из головы вышла за линейку, поэтому за линейку ничего у нее не спрашивала. Вот видите, папа, наверное, забирает ребенка тоже на велосипедах. В общем, все родители ожидают внизу. Ожидать нужно было на улицу, но я очень волновалась, поэтому поднялась. Сейчас вот поснимаю то, что я думаю, снимать можно. Вот интересно, видите, у них такие рисунки, перила, то, что можно поснимать, поснимает все. Ну, школа, в принципе, большая получается, много коридоров. Раздевалка детская. Это вот Анюткины вещи. И, кстати, по количеству шлемов, посмотрите, можно посмотреть, сколько деток приехало сегодня на велосипедах. Вот у них в классе очень мало, я так понимаю, вещей, но детей на велосипедах не много получается. Видите, они такие прям модные. У одной девочки вот, ну, не буду показывать, рядом лежал, такой прям с единорогом. Там очень красивый шлем такой, тут видите, даже шлемы такие у них интересные, необычные. Вышли мы вот на другой двор. Здесь, оказывается, видите, футбольное поле вот там сзади есть. Так, сейчас будем искать, как же нам, как же нам, как же нам идти домой. Ага, со всех сторон тут лестницы, но детей близко снимать не буду, просто идем домой, расскажу вам наши впечатления. Вот видите, какое огромное-огромное дерево, оно в вашей школе просто. Ну, идите, вот здесь снимать, пойдем, пошли, да, сейчас. Рассказывай. Кстати, нам разрешают по деревьям лазить. Тут одно единственное дерево, где же им разрешают лазить? Нет, не одно единственное. Нет, не одно единственное, много деревьев разных. Да. Так. Ну, может, например, туда пойти, туда разрешают. Ага, то есть в разные концы, можно ходить в двора. Так, куда же мы с тобой идем? Давай мы тогда здесь обойдем. Слушайте, ну, школа оказалась очень большой. Я думала, что школа у них небольшая, со двора показалась. А теперь мы ее обходим-обходим, я понимаю, что она просто огромная, эта школа. Угу. Так, ну всем будет интересно, как прошел первый день. Расскажи, что вы там делали? Ну, играли в всякие прикольные игры, писали чуть-чуть, и на переменах друг за другом гонялись. Ага, так, что-то еще хотела сказать. Планшеты вам сегодня выдали? Нет. Планшеты не выдали. А вы читали? Ну, нет. Не читали, вы, то есть вы писали буквы какие-то, что вы писали? Да, ну мы не буквы писали, мы писали другие слова. А, слова писали, какие-то слова. Математика была? Нет. Так. Хотя в каком-то роде, да. Ну, скажи нам более подробно, как это в каком-то роде. Ну, мама, я не знаю в каком, как сказать. В игровой форме была математика? Да. Все, понятно. То есть бегали, прыгали вы там. Подружки появились? Три. Так, три подружки появилось. Мария, Лея и Майли. Майли, да? Вот, три подружки появились. Замечательно, мне все очень нравится. Вот. Ну и что самое главное, что ребенок идет в первый день, очень довольный, все ей все очень-очень нравится. Ну и знаете, то, что меня удивляет в Норвегии, конечно же, я спешу поделиться этим с вами. Сейчас покажу вам то, что меня удивило. Пока не забыла. Сейчас покажу. Несу вам. Вы видите? Вот это наши с вами подсолнечники. Но они продаются, упакованные, перевязанные ленточками, как цветы. Солнечные цветы. То есть для меня это было удивительно. Я даже представить не могла, что подсолнухи можно продавать как цветы. Но, оказывается, в Норвегии подсолнухи продают как цветы. Вот это тоже меня удивило. Вот солнышко приживает. Наша девочка после стерилизации себя хорошо чувствует. На солнышке греется. Вот где квадрат такой солнца, и она прям вытянула здесь. Красотка моя. Красоточка, девочка, Гермиона. Она такая красивая. Всем владельцам кажется, что их коты самые красивые. Но вот это такой носик. Такая она какая-то элегантная. Я прям обожаю ее. Мы все ее обожаем. Не только я, конечно. Что еще хочу сказать? Буквально вчера ездили в магазин два раза с Настюшкой. Докупали Анютке к школе все необходимое. Потому что вроде как у нее уже все есть. Спортивный костюм один. Там штаны, футболочек мои, водолазочек набрали. Кроссовочки у нее есть. И вот она утром мне за день до того, как я в школу говорит, мам, я бы хотела какое-нибудь красивое платьюшко. Как школьная форма, чтобы могла в нем идти такая красивая девочка. И у меня, понимаете, вот такое состояние. И утром рано-рано я встаю. Поехала в один магазин, во второй встрече. Но нашли все. Купили Анютке. Сейчас я вам, конечно же, покажу. Вот такую юбочку я купила. То есть вот она классная-классная. Вот. План был утром пойти в ней. И к ней же, понятное дело, колготки уже. Она взрослая. Что же под нее? Нужны какие-то лосины. Искали-искали. Нашли тоже в МЧМДМе юбка. И вот лосинчики взяли. Двое таких темненьких. Помимо этого нашла и вот такие. Очень классные прям мальчики. Мне прям понравились, понравились. Видите? Сердечками. И у них такая окантовка хорошая. Видите? Шва. То есть все так сделано очень-очень хорошо. И вот такие мальчики. Они как футболочки. Беленькая, черненькая. Юбку показала вам. И еще сарафанчик. Вот такой сарафанчик ей. Думала, знаете, может быть захочет задеть какую-то водолазку. Сверху этот сарафан. Она говорит, мам, это сарафан красивый. Но он будет на Хэллоуин. У меня тоже, знаете, в смысле на Хэллоуин? А что ты его одевать не будешь? Но я вот одену. А потом на Хэллоуин еще раз его одену. А все уже будут знать, как он выглядел. Поэтому у меня, конечно, знаете, нет слов. Это такой пеленетки. Я себе купила вот кепочку. Кепочку себе купила, потому что, знаете, 200 крон. Не очень дорого. Думаю, могу себе позволить. Вот такая кепка, фуражка. Кто как это называет? Потому что осень впереди. Головные уборы не ношу. И Настюшка мне, когда мы с ней были в магазине, говорит, мама, посмотри вот кепочки. Ты же, говорит, в молодости носила много фуража. Говорит, тебе так идет. Вот я примерила фуражку. Сказала, сделаю мне фотографию, потому что я в зеркале не понимаю, красиво, не красиво. У меня Настюшка. Ой, какая-то сиреная сигнализация какая-то срабатывала где-то. Настюшка мне сделала фотографию, я посмотрела. Да, вроде неплохо, поэтому купила себе кепочку. Кстати, мои дорогие, ваше здоровье за моих самых лучших подписчиков, за ваши комментарии, за ваши лайки, подписки. Вот за это хочу с вами... И за ваше здоровье. Хочу рассказать вам про выплаты. Вот, тему поднимала-поднимала, но нужно, наверное, все-таки рассказать. Получается, что в июне мы получили вот эту выплату за год на ребенка, то, что ребенок был в Норвегии целый год, и компенсация этих выплат получается. Я всем своим знакомым звонила, рассказала, чтобы они написали заявление, не забыли. Сказали своим кураторам. То есть, знаете, вот сделала такое доброе дело, да. Все мне там, ой, Наталья, спасибо, получили эти выплаты, все остальное. И месяц июль мне заходит там 3 с копейками тысяч. То есть сумма на ребенка зашла, на меня сумма не зашла. Получается, Анютка живет в Норвегии, но без мамы. Маму у Анютки нет, выплат на меня нет. Значит, начинаю писать, писать, писать. Куратор в отпуске. То есть я, получается, отнесла одно заявление, второе заявление я отнесла. Кучу квитанции, которые мне насобирались, отнесла. Я уже рассказывала, что сначала была девушка, сотрудник в очках, такая очень милая. Но я не спросила имя, не знаю. Она, вот, вот номер телефона вашего куратора, давайте я все запишу, все, все, все отдам в руки. Потом получилось, что смотрю, у меня платежи не уходят, деньги не поступают. Снова пришла, был какой-то другой молодой человек на выходе прям. Он, да, 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 сфотографировал мою почту. Сфотографировал все, 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 все. То, что я там приходила, да, 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 да. Тишина. Потом еще раз приходила, крайний раз, уже был молодой человек опять-таки. Я уже спросила имя. Уже, знаете, думаю, если я вот приду, скажу. Я была, отдала сотруднику. Какому сотруднику? Точное время, я же ничего не запомнила. Я уже спросила, как, у меня говорят, я Карлос. Карлос у меня открывает компьютер. Да, я вижу ваше заявление. Да, вы недополучили сумму. Завтра вы ее получите. Квитанцы у меня все распечатаны в библиотеке. Забрал, да, 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 да. Восыны не там. Наконец-то выходит с отпуска мой куратор. Я прям говорю, боже, я так тебя ждала, я тебя так ждала. Вот, она посмотрела, говорит, ты знаешь, финансовый куратор. Дословно. Говорит, мне нужна выписка по твоему счету. Я думаю, выписка зачем? Что я не получила эти средства. Ну, я человеку очень честно, я вынесала там врать и так далее. Говорит, да, да, конечно. Получается, она у меня берет выписку по счету. Мне потом впоследствии сказали, что заявление вот теперь без выписки недействительно. То есть я не знаю, как я должна была об этом узнать и от кого. Что с этого момента порядки, когда вы подаете заявление, нужно еще печатать выписку по карте. Там за текущий месяц. Ну, вот теперь будем знать. Но, опять-таки, информация должна откуда-то поступить. Она же с неба не падает людям, когда ваш куратор в отпуске. Вот. Ну, к чему я? То, что вроде как все-все-все-все-все. Я ей пишу, мне на счету осталось там, видите, у меня 67 крон, как мне на них жить. А на все-все-все. То есть я получила средства за август месяц. На минуточку так 17 августа. Но, опять-таки, у меня же июль. За июль я же так сумму недополучила. Вчера задала вопрос. Вот эта сумма поступила. Я так понимаю, что это сумма за август. А сумма, которая у меня была за июль, я же ее недополучила. Вот. Не знаю, что ответят. И мне интересно, только у меня такое бывает. То вот я проживаю без Анютки. То Анютка живет без меня. У нас что не месяц, то какие-то приключения случаются. Вот я уже, знаете, с юмором к этому отношусь. Не менее, такие моменты, понимаете, они как-то вас очень напрягают. И когда я видела, у меня 27 тысяч коммуналистов, они не закрытые. Я переживала, сейчас у меня начнется школа, а у меня 27 тысяч платежей не закрытые. Знаете, какое-то вот все равно внутреннее беспокойство. Вдруг скажут, вы получаете выплаты, вы должны сами все это оплачивать. То есть, одни люди говорят, понимаете, что нет информации, опять-таки. Одни говорят, ты знаешь, в принципе, вполне могут. Другие говорят, нет, в Норвегии такого не будет. В Норвегии, то есть, может быть, тебе придется писать там так и так, что эти платежи образовались еще у меня с мая месяца там какие-то, с июня какие-то неоплаченные. То есть, придется попереписываться, но все урегулируется, то есть, все будет по справедливости. И вот эти моменты все-таки они, знаете, какие-то такие иногда тревожные.